так ну привет сегодня значит наконец-то я расскажу про питание по свое и вообще своей мысли значит начну я с сыроедения и вегетарианства да я сыроедил и вегетарианил вегетарианил я 6 лет сыроедил год к вегетарианству я отношусь хорошо и со спортом вегетарианство вполне совместимо вегетарианство и веганство да вы различаете вегетарианство это включает в себя все-таки яйца и какую-то молочку а веганство это вообще без животных без продукта животного происхождения к вегетарианство значит хорошо отношусь тренировками нормально немножечко сложнее просто надо думать о том что ешь потому что ну все продукты животного происхождения содержат в себе все незаменимые кислоты аминокислоты все белки которые нам нужны а вегетабилиска вегетопилический вегет короче растительного происхождения продукты они не полноценны в этом плане там вроде 9 аминокислот там люцин там еще какие-то не помню название которые не содержатся в растительных продуктах и они считаются неполноценными то есть е а а вот эти essential аминокислоты но они не считаются незаменимым на самом деле они содержат себе кислоты просто очень мало поэтому как бы вот так это все относительно и и как вегетарианец вполне можно питаться достаточно для себя для спортсмена и получать все полезные вещества нужно просто об этом думать сколько вы едите что вы едите есть эти самые как гороховые бобовые есть бобовые надо тоже тоже гигантам относятся яйца молочку вот совмещать можно вот там допустим рис гречка с бобовыми и вы получите свой нужный так сказать комбинацию нужную своему белка так что все это можно витряться нормально я в душе сам до сих пор вегетарианец считаю что мясо индустрии это объективное зло очень загрязняет природу мучить животных и тому подобное вот так вот перестала вегетарианец так получилось я у меня опять был эксперимент я хотел сбросить вес не потеряв мышцы то у меня есть такое видео так называется и там я короче дэш конкретно то есть я не я вообще почти углеводов в течение этого процедура полгода сидел почти углеводов очень мало ел в основном белок ну а что есть белок горохом невозможно то есть мне приходилось есть курицу ну и так и началось мясо ну и пока так и ем но вегетарианство отношусь повторюсь хорошо веганство немножко сложнее тут такой витамин как b12 содержится только в продукты животного происхождения поэтому если вы вегетарианец то веган то есть то следует принимать как-то его в виде витаминов все знающие разбирающие веги веганы употребляют эти витамины б12 к средине отношусь плохо если только в качестве как разгрузки там какое-то время посыроедить разгрузить организм почиститься так сказать в кавычках да только так вообще плохо не нужно это нет никаких доказательств научных этому что там чего-то живая еда чушь все это вот по интернету которая ходит и больше ничего как я себя чувствовал в средине хреново я себя чувствовал на самом деле там все кажется что о там все там говорят прилив сил это во-первых плацебо эффект раз во вторых конечно худеете я похудел там на 7 килограмм за блин две недели понятное дело себя легче чувствовал спать не хочется ну понятное дело спать не хочется когда голодный постоянно меньше меньше сна короче все это фигня не обижайтесь сыроеды но я пришел к такому выводу самый год сыроедел такой вот опыт опыт любой опыт полезный и вот так я по этому поводу сейчас думаю научные доказательства я уже сказал этому все ехали их на этой гипотезе нету да все свои закрылся свои видео сыроедение мыши чтобы не вводить людей заблуждение что люди смотрят о сыроед а потом смотрят дальше видео нифига он тренируется классного сыроед скидывают мне постоянно сообщение поэтому я убрал просто эти видео чтобы это самое не вводить людей заблуждения на так тренируюсь как я допустим постоянно интенсивно можно очень навредить себе год это еще небольшой период времени а если долго то постоянно будешь истощаться организм будет будешь недополучать полезных веществ вот и в итоге это может все они очень хорошо больше ему систему можно подорвать и заболевать или еще чего вот так вот поэтому против белок так как я сейчас сейчас я ем как все обычные люди я им все но может быть чуть полезнее чем обычные люди просто это у меня уже лежит в моей как бы натуре я привык уже так то есть я даже об этом не думаю мне кажется что им как все но когда я начинаю об этом думать то я действительно понимаю что не совсем как все у меня уже на автомате все это и у меня и у всей моей семьи ну что я ем мясо ем да и курицу и корову я ем это самое рыбу я ем рис я ем картошку зачастую вареную я ем хлеб в основном который мы все макароны которые мы едим это грубого помола хлеб черный грубого помола то есть с цельными зернами хлеб вот такой вот хлеб белый хлеб иногда ем но редко когда побаловался вкусненько вот макароны которые мы у нас не знаю как у вас у нас тут есть всякие бобовые макароны из бобовых вот мы в основном такие едим то есть фактически из белой муки и мало продуктов мы потребляем всякие лимонады там шоколадки конфетки я не пью не ем ну тоже сказать как шанс не пью не иногда проскакивает конечно там пятница съел там чуть-чуть но не так что каждый день и постоянный даже не каждую пятницу ничего себя не заставляю у меня нормально мне не хочется иногда когда-то там можно и поесть сосиски всякие там ничего такого мы тоже не едим колбаски то есть получается не совсем как все на все людям немножко полезнее яйца я ем довольно много салата с мясом делаю вкусные такие остренько люблю ну вот как то и так раньше я не раньше был период у меня в течение года я так реально увлекался считал записывал калории старался вот когда как раз таки сбрасывал вес я там записывал взвешивал еду все четко считал в течение года потреблял 1700 калорий это самое то самое вот так вот сейчас я уже ничего не считаю конечно же я знаю что мне надо примерно две с половиной три тысячи калорий день которых я зачастую не доедаю по тем или иным причинам все быстро много детей постоянно занят поэтому бывает что не успеваешь ничего вот такие вот дела но стараюсь есть допью я протеиновые эти самые как их напитки это нормальная вещь протеиновый напиток это все предрассудки какие-то там тоже не понять откуда пришли распускают химия там не знаю чем они имеют ввиду там или не помогает короче протеин все нормально это как практический заменитель еды просто в жидком виде еда то же самое белок который в мясе выпил когда не то что там мне надо выпить но если у меня нет значит поесть и вся с собой беру там в университете когда с собой шейки беру с напитком прошу мне нужен какой-то перекус грубо говоря мне проще выпить его чем-то какую-то в сухомятку бутерброд запихивать поэтому вот так вот использую выпиваю нормально белка надо где-то в день цифра цифра все это выписал где-то если вы тренируетесь хорошо то примерно 2 килограмма ой 2 грамма белка на килограмм веса 3 и 8 граммов углеводов на килограмм веса и 1 и 7 граммов жира на килограмм веса но эти цифры все так размазано конечно мало кому может быть кому-то это ничего не скажет примерно вот где-то если вы везете 70 килограмм 70 килограмм значит 140 грамм белка вам надо я не думаю фактически ни о углеводов не о жире думаю чуть-чуть о белке чтобы белка до получать потому что белок это хорошая вещь полезная для организма строительный материал наших мышц скелета ногти волосы кожа все короче им иммунитет не иммунитет гормональная система все зависит от белка блок нам нужен перри переесть белка перепить есть исследования которые говорят пока что по крайней мере не доказано что его невозможно переесть показывают исследования ничего другого не говорят то есть даже если вы съедите там пять грамм белка если вы 100 килограмм весите сожжете 500 пол килограмма белка то есть ничего страшного вы его просто выписать и все и ничего не будет кстати как сыроеды говорят белок это там гниение там что-то там разложение вообще бред вот ничего не будет единственное что и польза от этого не будет то есть вот рекомендуемая порция там у обычного человека по моему 1 и 4 грамма белка на килограмм веса обычного все зависит тоже кто как работает и так далее кто сколько спит у спортсмена скажем два килограмма на килограмм веса и если вы больше выпьете то пользы не будет 2 грамм и все то есть как бы у вас больше не усвоилось если вы 5 3 грамм или 4 грамма то больше не усвоил у него сумму не усвоится у вас белка так вот говорят хотя хрена тоже если за все зависит от того сколько у других потребляете веществ и углеводов и тому подобное ну так то что хотел сказать что еще что еще что еще